Добрый день, дорогие друзья! Один из моих кусочков любимых на Васильевском острове это вторая-третья линии между Большим и Средним проспектами. Мы с вами находимся почти что в заповеднике Модерна. Вот у нас тут искаженный фон Постельс. Андрей нас снимает из арки еще одного фон Постельса. А за нашими спинами доходный дом, построенный по проекту Леонтия Николаевича Бенуа, где и по сей день находится музей семьи Бенуа. И вот Анастасия Олеговна... Музей-квартира. Музей-квартира. Леонтия Николаевича. Да, Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, которую вы все прекрасно знаете, а кто не знает, тот обязательно должен узнать. Сегодня нам с радостью расскажет об этом доме. Заходить сегодня мы в музей не будем, а просто поговорим о стилистике здания, о истории его создания. Зайдем, возможно, во двор и увидим художественную мастерскую. В общем, передаю вам слово. Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас в виртуальном режиме. И сегодня я хочу вам рассказать о нашем доме, где находится наш музей-квартира моего прапрадеда, архитектора, профессора Леонтия Николаевича Бенуа. Итак, история нашего дома, она достаточно большая. И в 1896 году Леонтий Николаевич купил земельный участок, на котором он впоследствии возвел свой доходный дом. Но это место не пустовало. И еще в 18 столетии здесь находились два дома, два участка. Один из них, правый, принадлежал Сергею Юсупову, а левый владельцу шелкомануфактуры Ширванову. Ну, после этого предпоследними владельцами этих домов были вдова очень известного скульптора, тоже профессора Академии художеств, как и Леонтий Николаевич Бенуа. Это профессор Самуил Гальберг. Здесь находилось одноэтажное здание. С другой стороны находилось трехэтажное здание, принадлежавшее купцу Карлу Андреевичу Шлеману. Но в 1896 году Леонтий Николаевич Бенуа покупает эти участки и размышляет о том, какое же строительство здесь будет. Во-первых, нужны были деньги. Меня, кстати, часто на экскурсиях спрашивают, на какие средства Леонтий Николаевич строил это здание. Так вот, после покупки земельного участка Леонтий Николаевич заложил его, и на эти деньги он построил свой доходный дом. Заем был рассчитан на 37 лет. И Леонтий Николаевич выплачивал этот заем до 1918 года, когда совершилась революция, и все дома были национализированы. К тому времени вся сумма еще не была выплачена. Но сначала Леонтий Николаевич хотел сделать здесь такой особняк. Но как он не поворачивал различные эскизы, различные предложения, он пришел к выводу, что это не получится. И вернулся к решению построить дом просто в длине, как это было принято на Васильевском острове. Вот я хочу вам даже процитировать собственные слова из дневника Леонтия Николаевича. Вот он пишет. В 1896 году я купил место, на котором ныне стоит мой дом, и где я сижу и пишу эти строки. Затеяли строить, начали эскизы. Хотели сохранить сад и построить лицевой доходный дом, а внутри рот особняка. Но не вышло. Я бросил эту затею и составил обыкновенный план, стремясь лишь ждать как можно больше света. Итак, строительство началось. В проектировании этого здания участвовали также и ученик Леонтия Николаевича Бенуа, самый знаменитый его ученик, архитектор Лидваль, а также архитектор фон Постельс, чьи дома здесь есть тоже еще вокруг. И вот этот дом построен в самом любимом стиле Леонтия Николаевича. Ведь, несмотря на то, что расцвет творчества его приходится на эпоху модерн, больше он любил стиль эклектика. Это было ему как-то ближе и роднее. Хотя у него очень много есть домов в стиле модерн и прекрасных, великолепно выполненных. Но вот наш дом, свой собственный дом, он хотел сделать в стиле французской архитектуры. Леонтий Николаевич был очарован французской архитектурой. И наш дом выполнен в стиле Франции 17-го столетия. Наш фасад решен симметрично. Здесь мы видим арку, которая ведет во двор, и два парадных входа. Далее дом был четырехэтажный изначально. Пятый этаж, который вы видите, он был надстроен гораздо позже архитектором Гунстом, еще одним замечательным учеником, Леонтий Николаевичем Бенуа. Это было еще при жизни учителя, поэтому, конечно, он тоже принял в этом участие. И вот здесь, на фасаде нашего здания, мы видим гирлянды, картуши, созданные из белого известняка. Также они очень хорошо смотрятся на фоне кирпичного стиля. Вот кирпичные стены, которые Леонтий Николаевич оставил, не закрытый. На третьем этаже над аркой располагался балкон, ныне не сохранившийся. Мне всегда было несколько обидно, почему балкон не в нашей квартире, а до третьего этажа. Но так нужно было для композиции. А над аркой мы видим два майоликовых картуши, изображающих герб семьи Бенуа. Этот герб получил отец Леонтий Николаевича Бенуа за заслуги перед Отечеством первый дворянин в нашем роду Николай Леонтьевич Бенуа. И на нашем гербе можно увидеть, во-первых, архитектурную колонну, которая символизирует занятие Николая Леонтьевича, а также символы того, что он является архитектором высочайшего двора. А на фоне майолики расположены французские лилии, указывающие на наше французское происхождение. И это уже относится к истории семьи Бенуа. Я сейчас начала целый цикл передач, которые рассказывают об истории семьи Бенуа. Поэтому сегодня мы на этом не будем подробно останавливаться. И вот квартира архитектора располагается на четвертом этаже нашего здания. Еще хочу обратить ваше внимание на симметричные эркеры, которые являются пластическим акцентом на фасаде нашего здания. Итак, Леонид Николаевич закончил строительство в 1898 году, а в 1899 переехал сюда со своей семьей. Его отец, знаменитый зодчий Николай Леонидович Бенуа, один из величайших мастеров эклектики, это был последний год его жизни. И он приехал навестить, посмотреть квартиру сына. Он приехал с улицы Глинки, из нашего фамильного дома, где жили практически все наши члены семьи тогда. Но не смог подняться на четвертый этаж. Николай Леонидович был уже очень стар. и не смог подняться. Лифта тогда еще не было, поэтому он посмотрел внизу парадную, внешний вид здания и отправился обратно на улицу Глинки. В нашем здании есть двор и дворовый флигель, где находится знаменитая мастерская Леонид Николаевича Бенуа. Я думаю, что мы с вами сейчас отправимся во двор. Давай, открывай дверь. И так мы с вами находимся во дворе. И вот здесь на четвертом этаже располагается наша квартира, когда при жизни Леонид Николаевича соединенная со знаменитой мастерской. мастерской. Вот мастерская очень хорошая, благоустроенная мастерская, созданная по новейшим требованиям, которые были тогда к архитектурным мастерским. И это была очень удобная рабочая мастерская. Здесь Леонид Николаевич за годы жизни в нашей квартире создал очень много своих проектов. Это и Великокняжеская усыпальница, и Институт имени Отто, и многое-многое другое. В советское время мастерская была отделена от нашей квартиры кирпичной стеной, поэтому доступа туда нет. Но в нашем доме было много интересных знаменитых жильцов. Например, когда Леонид Николаевич переехал сюда, здесь жила некая дворянка Елизавета Васильевна Небо. Интересно то, что у Елизаветы Васильевны Леонид Николаевич купил кавалерские участки в Старом Петергофе, где он возвёл дачи, находящиеся на берегу Финского залива, где тоже до сих пор располагается наша дача. У меня есть специальная программа, я вожу туда экскурсии на дачу Бенуа. А также в нашем доме жили знаменитые люди. Это художник Маковский, он жил здесь всего один год, 1903 год, а также знаменитый гравёр, живописец, педагог Шеленговский. Шеленговский жил здесь в 1916-17 годах. Судейкин также жил в нашем доме, и это было в 1909-10 году, он много общался с Леонтием Николаевичем, и в особенности с его младшим братом Александром Николаевичем, создателем мира искусства, он очень ценил его общество. А также здесь жил художник СССР. Художник СССР жил здесь в 1917 году, и потому, что он был председателем Союза, Василиостровского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, поэтому в 1917 году в нашем доме его посещал Владимир Ильич Ленин. И во время беседы с Владимиром Ильичем СССР делал зарисовки вождя, которые, возможно, впоследствии пригодились, но, к сожалению, не сохранились. И вот все, что связано с нашей квартирой, это действительно семейный очаг нашей большой дружной семьи. Леонид Николаевич прожил здесь до конца своей жизни. Он умер в этой квартире в 1928 году. После революции счастливая беззаботная жизнь закончилась, и начались трудные годы. Леонид Николаевич, как и многие люди его уровня, его поколения, был арестован, в 1921 году по делу Таганцева. Но, к счастью, он находился в заключении всего полгода на Шпалерной улице, после чего был освобожден за неимением состава преступления. Но, тем не менее, он был уже очень немолодой человек, и, конечно же, это во многом отразилось на его жизни и на его здоровье. в нашей квартире после революции жили родственники, а также и подселенные уже коммунальные соседи. В этой квартире провел свою жизнь зять Леонид Николаевич Бенуа, мой прадед Владимир Александрович Фролов, известнейший мозаичист, профессор мозаики. Владимир Александрович стоял во главе мозаичного отделения Академии художеств в советское время, и одним из самых знаменитых его работ является мозаики спаса на крови. Но жизнь и творчество Владимира Александровича это тоже отдельная тема, и я обязательно сделаю для вас отдельную экскурсию об этом замечательном, удивительном человеке. Владимир Александрович умер в нашей квартире в 1942 году во время блокады. Наша квартира, несмотря на то, что она знавала разные времена, очень неплохо сохранилась. Ее практически не пришлось реставрировать, потому что люди, которые жили в ней, даже и не родственники, относились к ней бережно. Поэтому, конечно же, когда закончится наша с вами вынуждена изоляция, я вас приглашаю вместе с моим другом и коллегой Федором Грибковым в наш музей, где мы будем с вами беседовать, слушать музыку. Мы с Федором обязательно исполним для вас наши любимые композиции. Я сыграю для вас на арфе, Федор на рояле, ну, а также услышать и старинную физгармонию, которая наиболее ста лет и многое другое. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Мы всех вас ждем после карантина и будем очень рады вновь встретить вас. субтитры и